Сегодня мне выпала честь проповедовать И всегда, когда я проповедую, я чувствую себя как в русской сказке Как богатырь, который приехал на распутье И там стоит камень И на нем написано, направо пойдешь, коня потеряешь, налево, с жизнью расстанешься А прямо знак вопроса Как бы ни жизни коня терять не хочется Пойдем туда, где знак вопроса Как говорил Карлосон Великий, хочется пошалить Иногда, я вам честно скажу Лидер прославления, он себя как Винни-Пух чувствует У ослика я хвост пропал Приходишь в церковь, смотришь зал и понимаешь У ослика я хвост пропал Такое ощущение, что у всей церкви пропали хвосты И всем им надо их срочно вернуть Вот сегодня я постараюсь Вместе с пятачком Вернуть вам хвосты Чтобы вы могли прыгать от радости Кричать и я, и я, и я того же мнения Вы скажете, ну это у тебя просто Как это, ну харизма такая Темперамент Ничего подобного Ничего подобного Знаете, вот Церковь, она как Она разная, правильно? Церковь, она очень разная Мы как-то с Галей были в баптистской церкви Мы отдыхали на море Не могли найти нашу церковь Такую, как у нас Нам сказали один адрес Песятнической общины И мы поехали в горы Там вот Новороссийский, где мы отдыхали Это было в 2002 году Мы поехали в горы В 2001 И нам сказали, что церковь находится на улице Партизанская В общем, так мы этих партизан и не нашли Но нашли наших братьев-баптистов Но поскольку мы очень активные люди С Галей Вот Мы начали поднимать руки И громко петь И чем самым мы обратили на себя внимание Этой общины То есть мы делали все то же самое Что мы делаем в нашей церкви Но там как-то это вот, ну Не приветствовалось Но там все были в таком вот размышлении Они открыли Слово Божие И проповедник так благочестиво проповедовал Говорил о чем-то А знаете, а нам какого-то вот Не хватало Драйва Огонька Огонька не хваталось Приехал я в другую церковь Мы проповедовали в одной церкви Мы зашли в зал Мне казалось, что нас сейчас вынесут оттуда Потому что там Как говорится, Крым и Рым То есть вообще Такое ощущение, что Из зала идет такой импульс на прославление И прославление вообще не нужно Думаю, вот классно Вот классно Вы знаете, я вот думаю, что у нас где-то такая золотая середина Где-то мы посерединке находятся Но все-таки вот, знаете, хотелось бы драйву побольше Я, конечно, понимаю, что вы после работы После учебы Вот чем-то занимались в течение дня Но мы ведь сюда пришли Иисуса славить Так ведь? Иисуса прославить Он живой Он воскресший Он правит Он здесь, на этом месте Правильно? И Он достоин самого лучшего Так ведь? Он достоин самого лучшего Но вот Мой любимый пример Мой любимый пример Когда невеста готовится к свадьбе Она как готовится к свадьбе? Она так Ну, одену что-нибудь похуже Буду выглядеть как-то пострашнее Зубы чистить не буду Вот Что еще? Все время буду нос воротить от своего жениха Так она себя ведет? Нет? Не так Как она себя ведет? Она одевает самое красивое платье Чтобы когда она зашла, все сказали Это наша Маша А мы и не знали А мы и не знали Она там красит все Там макияж Я помню, как с Галей все это было Там ей прическу одну часа два Там мастили Вот Я приехал Думаю, не узнал Не узнал просто Не узнал Она и так красивая Стала, ну, просто очень красивая Там Прическу ей сделали Платье красивое Мы там пошили Очень красивое платье Цветы ей дали Там В общем, все было очень красиво Слава Богу Вот вы знаете И мы Когда на собрание приходим Мы себя как невеста украшаем Ради кого? Ради жениха Правильно? Скажешь Ну, у меня скорби У меня трудности У меня проблемы Давайте украшать себя ради жениха Несмотря на то, что У вас скорби Трудности И проблемы Будем радоваться Его присутствия Будем веселиться Потому что В конце концов Все хорошо закончится Братья и сестры Все будет хорошо Аминь Аминь И вот Начиная Как бы Завершая свое вступление С того, что я начал Про распутье Там, где знак вопроса Я думал Какую тему избрать Вот Мы сейчас С молодежью Не с молодежью С подростками Разбираем Песню-песню Я подумал Тут сестры Некоторые собираются Тоже песню-песню Разбирают Каждый Каждый понедельник По-моему Или среду Понедельник Каждый понедельник Я думаю Может быть Вот тоже Из песни-песни Поделиться Такую Глубоко копнуть Как-то Может быть Взять Мою любимую тему О молитве Но Как-то вот Молился Молился Думал Думал И думаю Буду говорить О простых вещах Очень Хочется вас Просто ободрить Сегодня Поднять вас В вере Оживить вас Чуть-чуть Ну Мы начинаем Поехали Начну С грустного Наверное Все вы смотрите Новости Да Смотрите Новости Нет Или есть Духовные люди Которые Новости Не смотрят Вот Я смотрю Новости Я смотрю Новости Слежу За ними Вот В курсе Практически Всего И когда Смотришь Новости То понимаешь Что-то Вообще На земле Не то Происходит Что-то Вообще Как говорят Некоторые Проповедники Такие Сердитые Мир катится В ад Мир катится В ад Смотришь Читаешь Экономические Новости Все Очень страшно Все Рубль Упадет Мы все Умрем Кушать Будет Нечего Все Магазины Закроются Все Будет Очень Плохо Слушаешь О Военных Слухах В Сирии Там Постоянно Гибнут Люди Вот Пока Мы сидим С вами Здесь Там Гибнут Люди На Донбассе Гибнут Люди В Африке Гибнут Люди Везде Гибнут Люди Смотришь Криминальную Хронику Кого-нибудь Да Убьют Кто-нибудь Что-нибудь Да Сотворит Такое Что Ну просто Страшно Становится Слушаешь Какие-нибудь Новости Погоды Там Климатические Какие-то Катаклизмы Везде Происходят То есть Погода Шалит Слава Богу Правда За это Лето Да ведь То есть В этом году У нас было Воздаяние Такое Чудесное В 14 Году Одни шутники Поставили на платинке Памятник Прошедшему лету И написали Оно Ушло Непонятым Вот Ну вы помните Лето 14 Года Там было Три дня Лета А все остальное Была осень Весна Переходящая Осень Вот В этом году Слава Богу За лето Аминь Но Посмотришь Что на земле Происходит Землетрясение Цунами Страшно Так ведь Посмотришь Что на религиозном Фронте Творится Там Смотришь Вроде бы Христиане Гомосексуалистов Сочитывают Вроде Христианская Страна С христианским Наследием Законы Какие-то Странные Принимает Думаешь Куда катится Мир Да Что вообще Происходит И кажется Что все Эти ветры Они Пытаются Слиться В один Такой Мощный Ураган И хорошенько Долбануть По земле Я вам хочу Открыть Небольшой Секрет Так оно И будет Друзья Так оно С вами Все И случится Но нам С вами Не надо Бояться Братья Сестры Нам с вами Не надо Бояться Повернись С своему Ближнему Скажи Не надо Тебе всего Этого Бояться И вот Когда Следишь За всеми Этими Новостями Думаешь Как жить То вообще Как вообще Жить Такая Напряженность Думал Мама Роди меня Обратно Хочу в детство В свое Спокойное Советское Детство Там Было Два канала Ну Где-то Далекая Америка Постоянно Бузило Против нас Чего-то Вот Но У нас На севере Бузило Недолго Потому что Знаете Сначала у нас был один канал И то Там около Нескольких часов Был перерыв Потому что Спутник подлетал Пока Пока спутник летает Вокруг земли У нас технический перерыв Знаете Такая сеточка была Вот Потом он соединялся И уже было неинтересно Новости было Ну Телевизор смотрели В субботу и воскресенье Вы знаете В гостях Усказки Здоровье Женщины Смотрели Музыкальный киоск Какие еще программы Служу Советскому Союзу В мире животных Вот правильно АБВГД Правильно АБВГД Конечно Утренняя почта Вместо церкви В церковь мы не ходили Смотрели утреннюю почту Молодежь сидит Ужами хлопает Они не понимают Вообще Про что речь идет Вот так вот Что он говорит вообще такое Что вообще такое происходит Вот Был у нас один канал Дорогая молодежь В Екатеринбурге Было два или три Еще питерское телевидение Здесь было Вот И поэтому Мы этих новостей Всех не знали Жили себе в таком Блаженном неведении Смартфонов у нас не было Интернета у нас Тоже не было Гуляли мы в лесу Ходили по улицам Свободно Преступности в Советском Союзе Не было Мы были счастливы А что сейчас Друзья Это не значит Что нам нужно Возвращаться Кот назад Но Я вам хочу сказать Нам не надо бояться Всего происходящего Праведник Он с уверенностью Смотрит в будущее Он с уверенностью Смотрит в завтрашний день В завтрашний день Мы смотрим С уверенностью С надеждой И можете так и записать Название проповеди Смотри с надеждой В завтрашний день Ничего не бойся И я хочу Как пример вам Показать Про отца нашей веры Патриарха По имени Авраам Авраам Чудесный человек В книге Бытие 12 глава 1 стих Можно Бытие 12 главу 1 стих Господь дает Аврааму Удивительное повеление Вот что он ему говорит Пойди из земли твоей От родства твоего И из дома отца твоего В землю Которую Я укажу Тебе Очень странное повеление Правильно? Как вам такое? Интересно? То есть Буквально Это вот так звучит Иди туда И знаю Куда Ну Возьми что не знаешь Возьми то не знаешь что Тут не скажешь так Он говорит возьми Даже он не сказал ему Свою семью брать Да? Он ему сказал Выйди от родства твоего Оставь все Брось все И иди в землю Которую я тебе Укажу Это очень странно Правильно? И почему Авраам Назван отцом нашей веры? Почему? Как вы считаете? Потому что он в это поверил И Бог Вменил ему это во что? В праведность Авраам поверил Богу И он вменил это ему В праведность Авраам поверил Господу Он оставил все И пошел За Богом В землю Которую тот ему показал И вы знаете Что еще интересно Когда Авраам пришел В эту землю Бог поменял условия Он сначала ему дал Обетование Сказал У тебя будет потомков Там много Там всего 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 Будет очень много Авраам пришел Выполнил вроде повеление А потомков то нет Сара так же неплодно И Бог ему говорит А теперь ходи по земле Ты вышел из земли А теперь вот обойди ее Там запада на восток Севера на юг Какое странное занятие Ходить по пустыне Какое странное занятие Ходить И не видеть Ничего из обещанного Но в этом и заключается Доверие Богу Следовать за Ним Следовать не своему плану А следовать Его совершенному плану Друзья мои Я хочу вас ободрить От Господа У нас есть Чудесный Удивительный план Нам этому плану Нужно довериться Я тут в интернете прочитал Интересное такое Определение Что такое вера Что такое доверие Что такое надежда Ходите Поделюсь с вами И вот там Этот человек написал Вера Это когда ты Читаешь прогноз погоды И там написано Что утром будет дождь И ты берешь с собой зонтик утром Хотя туч нет Ничего нет Но ты берешь с собой зонтик Потому что ты знаешь Что дождь пойдет Это вера Что такое доверие Это когда отец бросает своего малыша наверх Он бросает его Бросает И малыш весь визит от радости Не кричит от страха Визит от радости Почему? Он испытывает удовольствие Во-первых А во-вторых Он знает Что папа его что? Поймает Иногда нас Бог так подбрасывает Чтобы нам было весело А мы летим там вот так Ты что наделал? Ты куда меня запустил без парашюта? Говорит Не бойся, я здесь Я тебя поймаю Все хорошо Некоторые из нас сейчас в состоянии полета И ты не знаешь, чем все это кончится Кончится тем, что он тебя поймает Словит Обнимет Скажет Молодец, сынулька Молодец, дочурка Все будет хорошо Он тебя словит Просто доверяй ему Не надо кульбиты все эти делать Это траекторию ломает Надо просто быть в покое И наслаждаться полетом Слава Богу И что такое надежда? Надежда это когда ты ставишь будильник на 6 утра Когда ложишься вечером Это надежда Надежда, что ты проснешься Так что мы с вами люди надежды Кто из вас будильник ставит? Некоторые даже ставят будильник И прекрасно знают, что они все равно не встанут по нему Они будут делать вот так вот Особенно на смартфоне Надо попасть в это Там две эти иконочки Надо в них попасть Чтобы выключить его Чтобы он не пикал Не пиликал Мы с вами люди надежды Слава Господу Бог нам дает надежду Уверенность Так вот Авраам поверил Богу И Он правильно отреагировал На повеление от Господа Верую Авраам Повиновался призванию идти в страну Которую имел получить наследие И пошел не зная куда идет Евреям 11.8 Вот представьте Авраам оставил свой дом У вас есть дом Вы живете в Екатеринбурге Вас здесь все устраивает Здесь пятерочка Здесь верный Здесь окей Тут икея Тут все нормально Тут моя работа Тут вот все И приходит Бог и говорит Все оставь Все Даже родственников своих оставь Все давай Выходи из этого города Куда? А я тебе скажу куда Все Распродавай все имущество Все Уходишь ты Ты отсюда выходишь А как же канализация? Как же душ? А как же Это Вот это и вот это? Это тебе знать не нужно Вы знаете Верующий Порой Он как солдат Вот в армии Братья же служили Я как говорится Эту школу жизни Заочно прошел Вот Аркадий Вот он у нас офицер Аркадий Ты капитан? Товарищ капитан Да? А Дмитрий у нас Рядовой Ну слава Богу Вот Рядовой разведроты Дмитрий Смирнов Так вот Братья знают Что в армии Ты не принадлежишь Сам себе Правильно я говорю? Ты выполняешь там приказы То есть тебя по тревоге подняли Оделся там Наспех Обулся Посадили тебя в грузовик Привезли куда-то Ты не знаешь куда тебя везут И что вообще происходит Ты просто не знаешь Привезли тебя Куда-то на аэродром Посадили в самолет Самолет залетел Куда летим? Не задавай глупых вопросов Ты просто летишь Приземляешься где-то Там тебя высаживают Снова тебя в грузовик сажают Потом марш-бросок 50 километров Ты идешь и думаешь Что вообще происходит? И ты не знаешь чего и как Тебе сказали Вот сейчас вот этот населенный пункт Минуем Потом вот сюда вот придем И ты вообще ничем не догадываешься И вот В конце концов Ты вышел на плацдарм И тебе говорят Ну Не переживай Это просто учение И скоро не закончится И ты так Выдыхаешь Вот иногда верующий Он себя чувствует Как солдат С которым все вот эти вот Пертрубации происходят И Но нам же хочется Все знать наперед Так ведь? Нам же хочется знать Конец истории Так или нет Братья и сестры? Я вас не утомил еще? Нет? Нам хочется знать Конец истории Нам хочется заглянуть вперед Будущее нас очень сильно беспокоит Давайте наслаждаться настоящим Давайте наслаждаться Сегодняшним днем Давайте снимем Вот эти шоры Вот мы как лошадь Загнанная Бежи вперед На у нас цель Вот огнетушитель Моя цель Я бегу к огнетушитель А потом раз ты шоры Убираешь Может А тут люди живые Тут люди приятные Хорошие Замечательные Вот Тут вот солнышко светит Небеса Давайте жить Сегодняшним днем Бог Альфа и Омега Начало и конец Первый и последний Все время в нем заключено У него все дни для нас назначены Говорится в 138-м псалме Когда ни одного еще из них не было Бог знает каждый наш день Каждый Наперед Он знает все Он знает день твоей кончины День твоего рождения Он знает все Аминь Ему все ведомо И если Богу все ведомо И он все знает Чего напрягаться Чего переживать Чего напрягаться И чего переживать Итак Аврам поверил Богу И он пошел туда Ну куда ему Бог сказал идти Ах И вы знаете Аврам ведь он был Взрослым человеком Взрослым мужчиной Мужчина Ну чтобы вы знали Сестры Он устроен немножко по-другому Чем женщина Женщина она верит А мужчина думает Как осуществить То во что она верит Он размышляет У нас был такой случай Мы собирались лететь в Америку В 2012 году У нас не было ни визы Ни денег Ничего у нас не было Просто горячее желание поехать И вот остается неделя до вылета А у нас ничего из этого нет Ни денег Ни визы Ничего И моя жена Сидит и плачет Лежит и плачет Говорит Господи Либо я умру Либо я поеду И я сижу Я сижу За стулом Возле компьютера И говорю Мы не можем этого сделать Мы не можем себе этого позволить У нас ничего не получится Знаете Мужчина же он Логик Он думает Как это Сколько это будет стоить Сколько все это Сколько вешать в граммах Как говорит Наталья Владимировна Горбунова Сколько вешать в граммах Вот И Я помню Помолился такой молитвой Прям при ней Говорю Господи Но если это женщина А мы хотели ехать В дом молитвы в Канзасе Это была наша первая поездка туда Я сказал Господи Если эта женщина Хочет молиться тебе День и ночь Ночь и день Ну дай ты ей такую возможность Дай ты ей такую возможность Знаете Слава Богу За таких благочестивых женщин Которые тебе не дают покоя Они тебе не дают Лежать на диване Они тебе все время Так Я вначале злился А теперь думаю Так и надо С мужиками Так и надо Так и надо И вот Я сижу И размышляю И знаете Мысли какие-то Идеи вдруг Начинают появляться Надежда появляется Надежда Знаете Что я вам скажу На следующий день Мы получаем визу Мы пришли И получили визу В среду У нас появляются Деньги на билеты В пятницу ночью Мы покупаем билеты А в воскресенье Рано утром Мы уже в Америке Не Бог ли это Друзья Не Бог ли это Это Господь Это Господь Ты просто доверяешь Ему Идешь Делаешь А Он тебе помогает Бог всегда Реагирует На нашу веру Так ведь Он вкладывает Наши сердца Желания Действия По своему усмотрению И Он же Это и сопровождает Вот знаете У Аркадия Бизнес сейчас Да Да Эти Аркадий У него есть бизнес И у одного из наших братьев Тоже Они совместно им владеют Правильно я говорю Да Вот И все началось с чего Приехал один человек Да Правильно я рассказываю И рассказал Что вот нужно бизнесом заниматься А Аркадий только переехал Из другого города Жил в съемной квартире Все правильно я вещаю пока Все правильно Вот И ни о каком бизнесе Он не думал Но тут он вдохновился Решил Давай будем делать А один наш брат Он решил Что ну этот бизнес Не пойдет Надо вот продавать Вот это Вот это Все правильно Женя Рассказывает Да Не перевираю ничего А когда он так думает Этот брат Подходит к нему И говорит Слушай Отдай мне твою машину В аренду Все правильно Нет Все правильно Дай мне твою машину В аренду Вот И тут у них началось Завертелось И сейчас у них есть Сколько кофейн у вас Две Три кофейни Три кофейни Три кофейни И знаете У них очень много препятствий Очень много Ну Трудностей на этом пути Было и есть Но они ведь преодолимы Аркадий Скажи пожалуйста Преодолимы Преодолимы Мы все можем преодолеть Мы все можем пройти С Богом Так вот Аврам был взрослый человек И ему было что терять У него был Харан Харан Это было Место такое Очень благоустроенное Уже тогда В этом месте Простите Урхалдейский Не Харан Урхалдейский В Уре Халдейском Уже в то время Была канализация Представляете Это было Место Ну С чем это можно сравнить Сейчас Какая мировая столица Ну там скажем Как Как Лондон Как Москва Как Нью-Йорк То есть это был Очень продвинутый город Того времени И Бог Бог сказал Авраму Давай все это Оставляй И иди в пустыню Там где ничего нет Один песок Какой смысл Идти туда Где песок Смысл Самый большой Потому что Тебе туда Сказал Идти Бог Знаете В 94 году Мы с Галей Почувствовали Призыв в свое сердце Оставляйте Ваш театр Оставляйте Вашу карьеру Идите служить мне Идите туда Где песок Идите в пустыню Мы молодые люди У нас вся жизнь впереди Но у нас был Этот призыв в сердце И мы решили Так сделать И мы пошли Туда не знаю куда Вот поэтому Мы здесь сегодня Поэтому я вам Здесь сегодня Проповедую Братья и сестры Когда-то Бог Сказал Пастору Виктору 19-летнему Парню тогда еще Давай начинай церковь 19 лет Кому 19 лет Вот Маша Вот он был В твоем возрасте Когда церковь начал И это была Самая большая церковь В Екатеринбурге К тому моменту Так что Вы можете начинать Вы можете начинать Вы скажете Время такое было Время Всегда Одно и то же Время Люди меняются А время Оно одно и то же Бог всегда ищет человека С сердцем Наполненным верой И доверием ему Аминь Почему я говорю Про возраст Авраама И про то Что он был взрослым человеком Для мужчины Всегда он склонен Все просчитывать А как будет то А как будет это А как я буду Кормить свою семью А как Каждый кто Когда-либо Стал служителем Он знает О чем я говорю Правда Дима Он понимает О чем идет речь Но он сделал это Аминь Апостол Павел В послании К Галатам Говорит Что если вы идете Путем Авраама Вы его дети Мы дети Авраама По вере Ну скажите Аминь на это Мы дети Авраама По вере И Бог Нас ведет К такому образу жизни Чтобы мы Перестали заботиться О завтрашнем дне Хочу спросить вас Кто из вас Переживает О том Что будет завтра Ну честно 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 скажите Честно Так вот Бог Нас ведет К такому месту Где мы Перестанем Заботиться Не то что мы Не будем Знаете Ничего делать Но мы Перестанем Заботиться Это большая Разница Согласитесь Это большая Разница Матфея 6 31-34 Там написано Ищите же прежде Царство Божие И его правды И это все Приложится вам И так не заботитесь О завтрашнем дне Ибо завтрашний Сам будет заботиться О своем Довольно Для каждого дня Своей заботы Эти стихи Священного Писания Для меня Являются Величайшим Утешением Когда Я начинаю Заботиться Я начинаю Читать вот это Я начинаю Доверять Иисусу Я начинаю Брать Слово Божие И говорю Иисус Ты сказал Ты обещал И я не хочу Заботиться Я говорю Ему Его слова И знаете что Бог В отличие от нас За свои слова Что? Отвечает Он верен Своему слову Каждая Иота И черта Того что здесь Записано Скреплена Его кровью Он за это Очень дорогую Цену заплатил Цену своей жизни Цену своей крови За эти заветные Отношения с нами Ведь мы Фактически Для этого Ничего не сделали Мы делали Прямо противоположные вещи Но его любовь Нас так сильно привлекла Так ведь? Она привлекла Она пленила нас Ведь мы здесь Не потому что Вот нам сказали Приходите То вот Если вы не будете верить Вы тогда Пойдете в ад Вот Ну не поэтому Некоторые правда Ну Из-за этой причины Пришли Но Я пришел в церковь Потому что Любовь Божия Меня пленила Потому что Бог меня коснулся Бог коснулся Моего сердца Я подумал Ну такому Богу Надо служить Всю свою жизнь Для этого положить Так ведь? Когда Приходит Это ощущение Заботы Читая это слово Говори с Богом На его языке Возвращай ему Это слово Говори Господь Ты сказал Ты это сказал И мне не нравится То что происходит Внутри меня Пожалуйста Разберись с этим Не факт Что обстоятельства Изменятся Но ваше отношение К этому обстоятельству Изменится Обязательно Если вы Заходите в молитвенную комнату Так С его словом Из нее вы выйдете Прорвемся Все будет хорошо В любом случае То есть Еще раз повторю Это не значит Я не призываю вас Знаете Бездействию Это не значит Что мы не должны Планировать Это не значит Что мы не должны Трудиться Мы все это Должны делать Мы все это Должны делать Но прийти К такому состоянию Когда мы Не заботимся О завтрашней Дне Аминь Пусть завтрашний день Заботится сам О себе Я знаете Вспоминаю Одну Сказку Которую мы читали Детям Когда они были Маленькие Ну У нас раньше Продавались Такие красочные Книги Издательства Шандал И одна из них Называлась Напрасные тревоги Лося Бориса Помните Да Кто-то покупал Такую Нет Своим детям Нет Я читал И вот там Был такой Лось Здоровый Огромный С рогами Такими И он все время Всего боялся А вдруг Я выйду в лес И камень Упадет мне на голову И я умру А вдруг Я выйду в лес Я подскользнусь И сломаю ногу А вдруг Я выйду в лес Ну и вы понимаете Да И Он был Поражен синдромом А вдруг А вдруг А вдруг Я хочу вам сказать Что 80% Может быть даже 90% Из того За что мы переживаем Вообще никогда не сбудется Вообще никогда не случится Братья и сестры Этого просто не будет Этого никогда не будет Вот там может что-то Ну Чего нам переживать Чего нам бояться Самое страшное Что нас может ждать В кавычках Это небеса Так ведь Все будет нормально Небеса-то точно Давайте поговорим Об апостоле Павле Апостол Павел Написал послание К филиппийской церкви Это одно из Любимых моих посланий Нового Завета Любимая моя церковь Это церковь Филадельфии Из книги Откровений Она кстати До сих пор Существует Смирнская Филадельфийская церковь До сих пор есть Это две церкви Которым у Бога Не было вообще никаких претензий И они существуют И филиппийская церковь Я очень люблю Послание к филиппийцам И знаете Павел писал Послание к филиппийцам Когда он находился Где? В тюрьме В тюрьме Но это же Великий апостол Павел Что ему Ему хоть в тюрьме Хоть на воле Я вам хочу сказать Павел Он обошел Практически всю Европу Он был очень деятельный человек Он создал Очень много церквей Он сделал Несколько Миссионерских путешествий И тут Он был лишен Всего этого Самое главное Что он был лишен Общения с верующими Он был лишен Способности Проповедовать Учить Слово Божьему Для проповедника Это очень тяжело Но мне так кажется Для такого деятельного Человека как Павел Это было трудно К тому же Он был прикован К воину Который постоянно стерег Его стерегли Претерианцы Кто такие были Претерианцы Знаете Наши Всиновцы Федеральная служба Исполнения наказаний Это такие Розовые Пушистые люди По сравнению С этими Претерианцами Это были Грубые Такие Мужланы Которые ругались Которые Прошли Через нератные вещи Через много Воин Кровопролития И всего прочего И Павел Находился Постоянно Рядом с ними То есть Это не были Милые Такие Милашки Знаете С которыми Можно было поговорить Его свобода Была полностью Ограничена Люди Приходили К нему Он был Прикован К этим Претерианцам Он проповедовал Людям Евангелие Скорее всего Они стояли И ржали Над ним Какое воскресение Какое там Какое спасение Павлу Было трудно Он был лишен Общества Господня И плюс ко всему Некоторые люди Говорили Че это Павел Ну Вот Другие проповедники Они успешные Аполос успешный Он такой красноречивый Такой классный Вот у него Служение растет А у Павла Ничего не растет У него уже Все закончилось Все плохо Он был в состоянии Изоляции Трудно ему было Вы себя ощущали Иногда Вот прикованным К обстоятельствам К вашим Которые над вами Смеются Которые смеются Вам в лицо Было такое Когда-нибудь Очень много раз Те кто не поднял Руку Вы просто Слава Богу за вас У вас все впереди У вас все впереди Но вы знаете Что говорит Павел В послании К филиппийцам Он пишет Радуйтесь И еще говорю Мам Радуйтесь При этом Он не был Суперменом То есть Он не был Таким человеком Который Вот Я в тюрьме Но все равно Я не покажу Я не прорню Ни одной слезы Враги не увидят Моих переживаний Он не был Суперменом Он был простым Человеком Из плоти И крови Который Наверняка молился Богу И просил Об избавлении Но если вы в тюрьме Вы же просите Об избавлении Так ведь Никому не нравится Самое тяжелое Что может быть В жизни человека Одна из самых тяжелых вещей Это лишение свободы Когда ты лишен свободы Лишен пространства Когда ты ограничен Иногда он молился О том Чтобы Бог дал ему Силы пройти через это Может быть Постоянно молился И тем не менее В этих обстоятельствах Павел пишет Радуйтесь И еще говорю вам Радуйтесь Он говорил Что в узах ли Или не в узах Евангелие Все равно Проповедуется Оно все равно Распространяется Оно все равно Действует Даже в этом состоянии Павел Он правильно реагировал У него была Правильная реакция То есть Он не спрашивал Бога Ну почему со мной Такое случилось Ну что Я же все правильно делал Ну почему Ну из-за чего Нет Он продолжал делать Самое лучшее Божье В той ситуации В которой он находился Он искал того Что прославит Христа В этих обстоятельствах И когда он проповедовал Тем кто к нему приходил Эти притарианцы Слушали Они менялись Они менялись Он проповедовал И этим Они постоянно Менялись И Евангелие Распространялось Таким образом Павел говорит Постанье Коринфянам Чтобы благоухание Познание о Христе Распространялось Нами На всяком месте В любых обстоятельствах В любых обстоятельствах Знаете Некоторые люди В церкви Они очень сильно Проповедуют Хотя они ограничены Хотя их физические Возможности ограничены Вы знаете Я вот думаю О Михаиле Шилкове Например Вы знаете Нашего брата Михаила Недавно То ли Людмила Захарова То ли Александра Ивановна Сказала мне Что Он научился делать Что-то Чего он не мог раньше делать Да Что Людмила Людмила Захарова Он научился делать Вставать на ноги стал Вставать на ноги встал Вот вы Утром Берете И встаете на ноги Правильно И даже об этом Не думаете Так ведь А для него Это борьба Борьба Врачи поставили ему Страшный диагноз Рассеянный склероз Знаете Я по утрам Иногда вижу Как его привозят в церковь И я просто восхищаюсь им Он проповедует мне Этот брат Проповедует мне Я вижу Что он лидер Ачейки Он лидер Ачейки Лидер домашней группы Несмотря на Своё физическое Ограничение И я им восхищаюсь Вы знаете Вот Сергей Дружинин ушёл Недавно К Господу И мы С женой Посещали его Я никогда За всё время посещения Не видел Чтобы он хоть раз Роптал Ни разу Я всегда его видел В приподнятом Состоянии духа И вы знаете Человек в таком Состоянии находится И он мне Проповедует Он проповедует Он Все люди Которые приходили К нему неверующие Он им всем Проповедовал Евангелие Он всех усаживал За стол И начинал с того Что он проповедовал Людям Он говорил людям Об Иисусе Он был Евангелистом Даже в своём Инвалидном кресле Не чудесно ли это Братья и сёстры Мы иногда Будучи здоровыми С руками И ногами У нас Нам тяжело Нам трудно А тут человек При смерти Проповедует Слово Божие Делает В той ситуации В тех обстоятельствах В которых он находится Самое лучшее Божье Возникает вопрос Почему плохие вещи Случаются С хорошими людьми Я не знаю Я не знаю Почему Бог забрал Нашего драгоценного Брата Евгения Моего лучшего друга Я не знаю Почему Такие мужчины Уходят в рассвете лет В половине дней своих Когда они Могли бы Воспитывать своих детей Когда бы они могли Приносить радость Своей семье Своей церкви Ответа у меня нет На этот вопрос Но вы знаете Глядя на этих людей Я вижу Что они И по смерти своей Продолжают Проповедовать нам Продолжают Говорить к нам Я недавно Смотрел Фотографии Кто-то выставил На фейсбуке Фотографии Старые наши Фотографии Палточного служения С 2002 года По-моему И там Вся наша команда Там все такие еще Молодые Худые Вот Такие все В стиле В огненном таком И Я смотрел на это Сидел и плакал Сидел и плакал Не потому что На меня там В ностальгии Какая-то нахлынула А я просто Смотрел Говорю Это все Было сделано Через одного человека Через одного человека Вот Все эти палатки Все что Очень много То что в церкви Происходило Это происходило Через одного Единственного человека Бог взял одного человека И он использовал его Могущественным Чудесным образом А я был просто В это вовлечен Его вера Восхищает меня До сих пор Его Пример Многие вещи Которые были Я не знаю Как такое вообще возможно Как возможно Соблюдать такой порядок Как у Жени Как можно Так вот все Ну Я совсем Другого плана Но он проповедует Мне И по своей смерти Проповедует Говорит Об Иисусе Христе То есть Плохие вещи Случаются И с хорошими людьми Но Наша задача С вами Не спрашивать Бога Ну почему Ты это допустил Ну почему Это произошло Со мной Ну как Мне из этого Выбраться Мы можем Находиться В ожидании Выхода Из этой ситуации Всю свою Оставшуюся жизнь Провести в горечи А можем Принять решение И сказать Господь Да Все очень плохо Но что Я могу Сделать Для тебя В этой ситуации Как сделать так Чтобы ты был Прославлен В моих обстоятельствах Сейчас Сейчас Что я могу Сделать Основатель армии Спасения Уильям Бут Человек Божий Который служил В Лондоне В бедных кварталах Он сделал Такую армию Называлось Это движение Армия спасения Он каждому Там дал звание У всех у них Была одежда Они маршировали Там по улицам Лондона Проповедовали Евангелие Кормили Бедных В общем Очень энергичный Был мужчина И в преклонном возрасте Он потерял зрение Он просто ослеп И он сказал Своей жене Жена Я делал Самое лучшее Для Иисуса Когда у меня Было зрение Теперь я буду делать Самое лучшее Для него Когда у меня Его нет Когда у меня Его нет Это вдохновляет Это вдохновляет вас Однажды Мы с вами Придем на небеса Ларис Можно Мы с вами Придем на небеса И многие вещи Которые мы Сегодня не понимаем Они откроются нам Так ведь Ну Богу Нечего скрывать Он нам все покажет Мы будем Может быть Задавать вопросы Но Я больше чем уверен Мы увидим Такую Божью благость О которой Мы даже сейчас Не можем помышлять Мы увидим Как ангелы Божии Ополчались вокруг нас Когда мы просили Об этом Мы увидим Сколько раз Чудесным образом Он нас избавлял А мы даже Не знали об этом Может быть Мы были на волосок От смерти Но Он спас нас Он вывел нас И братья и сестры Давайте с надеждой И верой Смотреть на будущее С оптимизмом Я не просто хочу Знаете Тут вот Ну лозунгов Вам накидать Что все будет хорошо Все будет хорошо Я не знаю Как будет Но как мы будем На это реагировать Как мы будем На это реагировать Вот в чем вопрос Будем ли мы Так же прославлять Иисуса Будем ли мы Так же преданы Ему Некоторые люди спрашивают Почему это меня постигло Да я не знаю Я не знаю Почему это постигло Но с другой стороны Спокойством Думает о завтрашнем дне Поднимите пожалуйста Руку Я помолюсь за вас Почему я проповедую об этом Потому что эта тревога Иногда мое сердце Тоже наполняет И есть обстоятельства И в моей жизни Когда Я переживаю Я переживаю даже не за себя Я переживаю за семью За своих детей Но я четко знаю Что я в его руках Я его человек Я его дитя И даже если он меня Подбросил сейчас Куда-то вообще В заоблачную даль Я там болтаюсь Где-то в тротосфере Я четко знаю Что он меня поймает Там где нужно Так как нужно Я окажусь в его Сильных и крепких руках Аминь Давайте помолимся Отец Я молюсь тебе За всех драгоценных Моих братьев и сестер Господь Кто сегодня Находится под гнетом Тяжелых обстоятельств И ситуации Я молюсь Чтобы ты укрепил Твоих детей Чтобы ты укрепил Нас изнутри Силой твоего Святого Духа Чтобы мы с радостью Смотрели в будущее Не с тревогой Не с отчаянием Но с радостью С радостью Твое слово говорит Стизя праведного Как светило лучезарное Которое светлеет Более и более Доколе не рассветет день Наш путь Он освящен Твоим светом Господь Он ярко Освящен Твоим светом И ты знаешь Начало и конец Ты альфа и омега Ты первый и последний Ты знаешь наше начало Ты знаешь наш конец Ты знаешь что будет завтра Ты все знаешь отец И мы просто Как твои дети Приходим к тебе А вооч Мы просим тебя Помилуй нас Иногда нам кажется Что мы Напортачили где-то Мы что-то сломали Что-то разрушили И мы говорим тебе Отец Мы снова все испортили Но я верю Что на твоем лице Улыбка На твоем лице Нет гнева На твоем лице Господь Есть улыбка И ты говоришь Дорогое мое дитя Я люблю тебя Мы все исправим Мы все изменим Просто доверяй мне Следуй за мной И с радостью смотри В будущее В завтрашний день Аллилуйя Отец Спасибо тебе За надежду За надежду Которая как якорь безопасна Там во святом святых Спасибо тебе За надежду Аллилуйя Субтитры сделал DimaTorzok